вот так вот 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 Дистанция заезда 20 кругов. Старт с места состоялся. Не повезло 26-му номеру Всеволоду Бушуеву, тульскому пилоту. Пытается он сейчас хоть как-то разобраться со своим картам, но только лишь вытолкать его со стартовой прямой удается Всеволоду. И мы сейчас наблюдаем с вами движение по трассе в стане лидеров заезда. На первом круге, на первом круге участники первого финального заезда в классе КЗ-2. Стартовый номер 2 Алексей Смородинов. И вчера он показал потрясающую динамику борьбы. Конечно же, был одним из лучших в отборочных заездах. Сейчас он стартовал с первой линии стартовой решетки. Уверенно возглавляет он заезд. Николай Кударев, его соперник из Новочеркасска, уступает Смородинову 26 соток секунды. На третьей позиции Ермилов. Да, дорогие друзья, Евгений Ермилов из Дмитрова идет на третьей позиции. На четвертой Пампилов. На пятую прорывается Сергей Белозеров из Омска. Еще один из героев первого дня соревнований. Алексей Смородинов, лидер заезда. Оглядывается Алеша. Ну, а я думаю, что борьба-то будет разворачиваться в стане преследователей. Трупным планом сейчас на наших мониторах 44 номер. Это Евгений Ермилов. Как раз Евгений Ермилов. И смотрите, какой прорыв. На десятую позицию прорывается Петр Щекочихин из Москвы. Представитель команды Топ-Лайн Рейсинг Тим. Он в десятке сильнейших. И замыкающим в этом пелетоне на шестнадцатой позиции продолжает движение никто иной, как Александр Поченков из Новосибирска. Крупным планом борьба между Евгением Ермиловым и Леонидом Панфиловым, орловским пилотом. Белозеров перемещается на шестую позицию. Вот это уже неожиданно. Сергей Белозеров на шестой позиции. Щекочихин сохраняет десятую. На одиннадцатую прорывается девятнадцатый номер Александр Курочкин из Нижнего Новгорода. Алексей Смородинов, курский пилот из команды Тим Комаров, восклавляет заезд. И вслед за ним несутся преследователи. Кутырев, Ермилов, Панфилов, Чубаров, Белозеров, Гаврилов, Малышев, Кудов, Чекочихин, Курочкин из Каянц и Реснов. Семен Реснов из московской команды S&C Рейтинг. На четвертом круге участники заезда. Борьба не прекращается. Леонид Панфилов постоянно прессингует Евгения Ермилова. И смотрите, какая интереснейшая схватка сейчас в этой группе. Ермилов и Леонид Панфилов. И тут же не за горами попытки Ивана Чубарова прорваться вперед. Иван Чубаров, стартовый номер 4. Город Москва, Мэткрок, Раша. Одну секунду, ровно одну секунду уступает Николай Кутырев из Новочеркасска. Лидеру заезда Алексею Смородинову. Все-таки состоялся обгон со стороны Никиты Худова. Москвич перемещается выше и уже пристраивается в среду за Гавриловым. Климом Гавриловым из Санкт-Петербурга. А это дуэль. Обратите внимание крупным планом. Евгений Ермилов против Леонида Панфилова. Панфилов рвется вперед. Попытался прорваться вперед по внутреннему радиусу. И тут же вслед за ними Иван Чубаров. Вот попытка, вот попытка, которая едва не завершилась столкновением и разворотом. Участники заезда уже на пятом круге. Смородинов сохраняет преимущество. Почти полторы секунды уступает ему Николай Кутырев. Ермилов сейчас на третьей позиции. Евгений Ермилов, стартовый номер 44. Правда, и отставания вполне серьезные. Так что за первую позицию, скорее всего, будут вести борьбу Алексей Смородинов и его соперник. Посмотрим, чем все это дело закончится. Динамика движения Алексея Смородинова на ваших мониторах. На втором круге 51,73. На третьем 51,31. На четвертом 51,2. На пятом круге 51,11 секунды. И вылет. Смотрите, какой вылет. И колесо, которое сейчас скачет по стартовой прямой. Нужно срочно его подобрать. Вот сейчас оно выкатывается. И оказывается уже почти в середине стартовой решетки. Вот это да! Вот это вылет! Восьмой номер. Леонид Панфилов теряет все надежды на успешное завершение заезда. Неожиданно и даже трагично. Восьмой номер. Леонид Панфилов. Город Орел. И в его руках мы с вами наблюдаем сейчас колесо, которое подобрано маршалом. Прямо на стартовой решетке. На седьмом круге тем временем у нас лидеры заезда. Седьмой круг. Из борьбы выбывают у нас кроме Бушуева еще и Леонид Панфилов. Борьба продолжается. Но Алексей Смородинов отрывается от преследования со стороны Николая Кутарева. Уже почти три секунды уступает Николай Алексею Смородинову. И скорее всего ему придется обороняться от соперников в схватке за вторую позицию. Здесь у нас семьдесят седьмой номер. Сергей Белозеров. Николай Кутарев. Замедлившись на пятом круге, он все-таки ускоряется на шестом. Пятьдесят одна и сорок девять. На седьмом пятьдесят одна и сорок пять. Но пока он только лишь второй. Восьмой круг заезда. Восьмой круг. До финиша еще более чем достаточно времени. И крупным планом сейчас на ваших мониторах Сергей Белозеров, пилот из Омска. Представитель команды Татарстан. Он на пятой позиции преследует Ивана Чубарова. Смородинов, Кутарев, Ермилов, Чубаров, Белозеров. Вот так выглядит пятерка лидеров заезда. Динамика скорости Алексея Смородинова. По какой-то причине он замедлился на восьмом круге. Пятьдесят и восемьдесят шесть сотых секунды. А до этого на седьмом круге показывал время пятьдесят и семьдесят восемь сотых секунды. То ли успокоился Алексей, то ли какие-то проблемы с трассой появляются. Тут, оказывается, в предыдущем заезде у нас дождик слегка накрапывал. Но вроде бы все обошлось и в сухом режиме. В режиме сухой гонки проходят эту дистанцию участники первого финального заезда в классе КЗ-2. Десятый круг. Добрались до экватора. И вот, пожалуйста, шестой номер. Николай Кутырев. Против атакующего его на полном ходу Евгения Ермилова. Здесь Белозеров сражается с двадцать четвертым номером Никитой Худовым. Москвичом, я думаю, что здесь, конечно, очень и очень интересно будет понаблюдать за этой борьбой. Время Евгения Ермилова замедляется, показав на седьмом круге пятьдесят и девять десяток секунды. На восьмом он уже ехал со скоростью пятьдесят и девяносто семь соток секунды. На девятом еще медленнее. Одиннадцатый круг, товарищи. Одиннадцатый круг. И смотрите, какая шикарная попытка атаки со стороны Никиты Худова на Сергея Белозерова. Омский пилот Сергей Белозеров защищается. А тут еще и Николай Кутырев. Вот это да! Евгений Ермилов против Николая Кутырева. Евгений Ермилов замедляется, замедляется. Пилот под номером сорок четыре. Пятьдесят девяносто семь соток, пятьдесят девяносто восемь соток. И на десятом круге пятьдесят одна и тридцать три соток секунды. Это время сорок четвертого номера Евгения Ермилова. Три последних круга. На одиннадцатом, уже на одиннадцатом круге участники заезда. Двадцать четвертый номер Никита Худов прессингует Сергея Белозерова. Смородинов, Ермилов, Кутырев, Чубаров. Белозеров пока на пятой позиции. Но всего лишь восемь сотых секунды уступает ему Худов. Никита Худов, город Москва. Тем временем у нас произошла смена позиций. Кутырев скатился на третью. И вперед прорывается Ермилов. Евгений Ермилов, город Дмитров, уже на второй позиции. Не сдается. Сейчас не сдается Никита Худов. Продолжает он атаки на Белозерова. А динамика лидера заезда Алексея Смородинова также снижается. На десятом круге пятьдесят одна и одна сотая. На одиннадцатом пятьдесят одна и двадцать девять сотых секунды. Неужели это позволит Евгению Ермилову рвануть в заключительную, решающую атаку? Белозеров пока сохраняет свою позицию. Но буквально в спину ему дышит. На пятки наступает Никита Худов. Тринадцатый круг. Тринадцатый круг, дамы и господа. Напряжение достигает своего апогей. Евгений Ермилов, стартовый номер сорок четыре. Наращивает скорость. На десятом круге пятьдесят одна и тридцать три сотых. На одиннадцатом пятьдесят и восемьдесят девять сотых. На двенадцатом пятьдесят и восемьдесят семь сотых секунды. Попытка прорыва вперед со стороны Никиты Худова не удается. Но рядом и шестнадцатый номер Георгий Малышев. Москвич Георгий Малышев также на дистанции атаки. Сергей Белозеров защищается из последних сил. Сергей Белозеров, семьдесят седьмой номер, обороняет свою позицию. Пятую позицию. И смотрите. В азарте борьбы теряет динамику Никита Худов и выбывает из борьбы. А лучшее время круга на тринадцатом круге показывает Евгений Ермилов. Сорок четвертый номер. Пятьдесят целых и семьдесят две сотых секунды. Пятьдесят и семьдесят две сотых секунды. Евгений Ермилов. Отличная динамика. Начиная с десятого круга он добавлял по одной десятой секунды. И это потрясающе. Алексей Смородинов, лидер заезда. Алексей Смородинов пока сохраняет эдирующую позицию. И вот сейчас мы провожаем лидеров на пятнадцатый круг. Есть еще время. Есть еще возможность у пилотов решить свои локальные задачи. Семьдесят второй номер. Это Клим Гаврилов, товарищи. Это один из фаворитов сезона. Хорошо выступивший на первом этапе в Усть-Лобинске. А вот Алексей Смородинов сейчас у нас наращивает обороты. Вот он, крупным планом на ваших мониторах. Алексей Смородинов, город Курск. Тим Комарок. И это пятнадцатый круг. Борьба между двадцать седьмым и шестнадцатым. Георгий Малышев преследует Петра Щекочикина. Ермилов уступает лидеру заезда в три целых и сорок одну сотую секунды. Достаточно большой отрыв. Вполне комфортный для Смородинова. Тем более, что мы знаем, что Алексей может прибавить в любой момент. Тройка лучших выглядит следующим образом. Смородинов, Ермилов и Кутырев. На четвертой позиции Ваня Чубаров, Сергей Белозеров. Все-таки сохраняет, пока сохраняет пятую позицию. Евгений Ермилов. Лучшее время на пятнадцатом круге. Пятьдесят и пятьдесят шесть сотых секунды. Пятьдесят целых и пятьдесят шесть сотых секунды. Вот он, Евгений Ермилов в погоне за лидером заезда. Тем более, что Алексей Смородинов замедлился на пятнадцатом круге. Четыре сотых секунды он проиграл самому себе по сравнению с предыдущим кругом. На семнадцатый круг мы провожаем лидеров заезда. И самое интересное, я думаю, ожидает нас впереди. Иван Чубаров. Иван Чубаров и преследующий его Николай Кутырев. Эта парочка тоже способна и порадовать, и удивить, и восхитить. Алексей Смородинов, лидер заезда. А это крупным планом на ваших мониторах Иван Чубаров. Николай Кутырев замедляется. И тем не менее, пока он сохраняет свою позицию. Николай Кутырев стартовый номер шесть на четвертой позиции. Обошел его Ваня Чубаров. Иван Чубаров, город Москва, Мэтт Крок Раша на третьей позиции. Итак, мы провожаем лидеров на восемнадцатый круг. Алексей Смородинов, Ермилов Евгений, Иван Чубаров с отставанием почти в десять секунд. Почти одиннадцать уступает лидеру заезда Николай Кутырев. Сергей Белозеров сохраняет, пока сохраняет пятую позицию, отставая почти на четырнадцать секунд от лидера заезда. Внимание, внимание, внимание! В атаку! Рвется в атаку шестнадцатый номер Георгий Малышев. Атаковал сейчас он на ваших глазах Петра Щекочихина. Но это локальные разборки в середине Пелетона. Самые важные события сейчас будут разворачиваться впереди. Там, где лидеры рвутся к победе. Уже на предпоследнем круге Смородинов и Ермилов. Три и двадцать девять соток секунды уступает Евгений Ермилов лидеру Алексею Смородинову. Иван Чубаров на третьей позиции, Кутырев на четвертой. Белозеров сохраняет за собой пятую позицию. Вслед за ним Щекочихин. Лучшее время на восемнадцатом круге показывает лидер заезда Алексей Смородинов. Вот так вот, легко и непринужденно взял и ускорился. Пятьдесят и тридцать девять соток секунды. Кошки-мышки играет со своими преследователями Алексей Смородинов. Курский пилот, который сейчас отправится на финишный круг. Дамы и господа, лидер заезда Алексей Смородинов на финишном двадцатом круге. Три и сорок четыре сотых секунды уступает лидеру заезда Ермилов, Евгений, Ваня Чубаров. Итого больше почти одиннадцать секунд. Кутырев тринадцать целых и одну десятую секунды. Сергей Белозеров пятнадцать и тридцать девять сотых секунды отставания от лидера. В гордом одиночестве на белом скакуне под номером два учится к своей победе в первой финальной гонке зачетной группы КЗ-2. Алексей Смородинов встречайте, встречайте, встречайте! На финишной прямой вырывает победу в этом заезде Алексей Смородинов. Ермилов финиширует вторым. И это достойно нашего восхищения. А дальше Иван Чубаров, Николай Кутырев и Сергей Белозеров. Это первая пятерка. Пятерка сильнейших участников первого финального заезда в классе КЗ-2. Дорогие друзья, это было красиво. Это было весьма и весьма динамично. Сейчас у нас наступает пора технического перерыва. Где-то приблизительно в течение часа мы с вами имеем возможность отдохнуть, пообедать. И вновь мы с вами вернемся к нашим мониторам для того, чтобы продолжить процесс боления за лучших пилотов-картингистов России уже в 14 часов 20 минут. На ваших мониторах таблица результатов заезда и Алексей Смородинов на первой позиции. 3,3 секунды уступил ему Евгений Ермилов. 10,65 отставания у бронзового призера этого заезда Ивана Чубарова. А далее Николай Кутырев, Сергей Белозеров, Петр Щекочихин, Георгий Малышев, Александр Курочкин, Клим Гаврилов. И замкнувший десятку сильнейших Семен Реснов. Товарищи, отдыхаем, делимся впечатлениями, загадываем желания, заключаем пари. На это нам отпущен целый час, более чем достаточно. Пока, отдыхаем. Искренне ваш Сергей Питерцов, город Тольятти. Алексей Питерцов, город Тольятти. Продолжение следует...